Документальный фильм телеканала «Продвижение» презентовали в Москве на новой сцене театра Вахтангова. Картину сняли к 95-летию театра, посвященная на творчеству художественного руководителя труппы Римаса Туминоса. О том, как прошла премьера и легко ли снимать кино о театре, расскажет Артем Шершнев. Актеры театра Вахтангова в этот вечер не на театральных подмостках, а в зале. 55-минутную картину «Ковчег Римаса» посвятили художественному руководителю театра Римасу Туминосу. Последним к 10 годам его работы в этой должности. Сам худрук, впрочем, главным героем картины себя не считает. Я чувствовал за собой, за этим фильмом, и еще «Ковчег», то есть и все «Ковчег», и те, которые у нас лучшие спектакли в Вахтанговой театре и других. Впечатление, что это мой «Ковчег» или нет, это наш «Ковчег», общий «Ковчег». Съемки заняли год. В кадр попали виды Москвы, Омска, где театр работал в годы войны, и Владикавказа. Там родился основатель театра Евгений Вахтангов. После премьеры авторы фильма рассказывают. Волновались показывать картину в самом театре. Сложно не впасть в пафос излишний или в наивность. Может быть, мы и грешны этим немножечко в этом фильме, но мне кажется, что о серьезном нужно говорить очень серьезно. Если уж замахнулся на такую тему, то держи ее до конца. Зрители оценили старания авторов. Все трогательные чувства, которые сейчас я испытала, посмотрев «Ковчег Туменеса», этот фильм, который и наивен, и правдив, и случайно подглядывательный, и рождает отличную зависть, когда ты хочешь оказаться там вместе с ним рядом. В этот же вечер публике презентовали еще один фильм «Эдип в эпидавре». Он о совместной работе вахтанговцев и греческих актеров в самом древнем театре мира. Артем Шершнев, Мария Черешнева и Елена Башкова. Новости здесь, Новосибирск.